МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Вероника Бибикова. Сегодня мы расскажем. Платные тесты, рост заболеваемости, прежние рекомендации, актуальны, как никогда. Какова сейчас ситуация с коронавирусом? 90-73 нарушения. Комитет государственного контроля Гродненской области продолжает проверку школ на соответствие всем необходимым требованиям. Благоустройство города и здоровье горожан. В этом году в Гродно высадили более 2,5 тысяч деревьев и кустарников. Театр кукол готовит подарок к своему 40-летию. Новый спектакль в стиле стимпанк погрузит зрителя в мистический мир оборотней. В минувшее воскресенье в Гродно прошел ряд протестных акций. Митингующие собрались на проспекте космонавтов у молодежного центра «Галактика», а затем акции продолжились в различных частях города. Гродненская милиция отдала официальный комментарий о событиях прошедших выходных. В Гродненской области 27 сентября отмечены 4 очага протестного активности в городах Гродно, Лида, Новогрудок и Волковыск. В несанкционированных мероприятиях приняло участие около 300 граждан. В Гродно их количество было 140 человек. Зарушение законодательства о массовых мероприятиях и совершении противоправных действий задержано 123 гражданина. 73 в Гродно, 41 в Лиде, 5 в Волковыске и 4 в Новогрудке. В отношении 96 граждан составлены протоколы об административных правонарушениях. В отношении двух участников протеста в Гродно, мужчин 1968 и 1977 годов рождения, возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. В Беларуси на понедельник 28 сентября зарегистрировано без малого 78 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Прирост за сутки составил 337 человек. За весь период распространения инфекции в стране умерли 822 человека. Постепенно вся планета и Беларусь учатся жить с коронавирусом. Ведь, по словам специалистов, изжить его уже едва ли получится. Во всяком случае, в обозримом будущем. Постепенно открываются границы. Однако обязательным условием их пересечения часто является наличие свежего анализа с отрицательным результатом на COVID-19. Люди на какой-то период стали внимательнее к личной гигиене и безопасной дистанции друг с другом. Но за летние месяцы расслабились и рекомендации соблюдают в полсилы. Чего ожидать осенью от коронавируса и можно ли сдать тест в случае, если подозреваешь у себя COVID-19, расскажет наша съемочная группа. Что такое коронавирус? Как он себя проявляет? И что делать, чтобы минимизировать риск им заразиться? Весной этого года белорусы были вынуждены искать ответы на эти вопросы. Сегодня и стар, и млад знают. Масочный режим, обработка рук, дистанция. Лето выдалось теплым, а цифры заболеваемости COVID-19 в официальной статистике Минздрава ползли вниз. И в том числе это сыграло злую шутку. Сегодня специалисты вновь констатируют рост инфицирования коронавирусом. Рост числа больных может быть связан, а точнее и связан с тем, что наше население стало менее настороженно относиться к коронавирусной инфекции, а именно несоблюдение социального дистанцирования, отказ от ношения масок и пренебрежение правилами личной гигиены. Кроме того, также причиной роста числа больных является формирование новых организованных детских коллективов начала нового учебного года. Дети после летних каникул пришли в школу, студенты из разных регионов республики приступили к учебе. Снова напряжением стала работа и у медиков, хотя алгоритмы отработаны еще весной. Однако, как только увеличивается количество обращений, растет и нагрузка у врачей. Настороженнее стали относиться к своему самочувству и сами люди. Если раньше недомоганию не склонны были уделять много внимания, то теперь любой настораживающий симптом заставляет подозревать у себя злосчастную коронавирусную инфекцию. В случае, если опасения не беспочвены, например, человек является контактом, но у него нет еще проявлений заболевания, но он хочет знать наверняка, то есть возможность сдать платно экспресс-тест. Сегодня в каждой поликлинике есть нужное количество таких тестов для сдачи на платной основе. Мы выполняем эти тесты по запросам наших пациентов, но вместе с тем я хотела бы подчеркнуть, что наличие либо отсутствие иммуноглобулинов, которые исследуются в данном тесте, не является абсолютным основанием для установления диагноза. В любом случае мы даже при положительных результатах рекомендуем консультацию специалиста, врача-инфекциониста, либо врача общей практики по месту жительства данного пациента. Расслабленность в вопросах респираторной безопасности сегодня могут подтвердить и в аптеках. Спрос на маски и антисептики упал в три раза по сравнению с пиковым периодом в марте-апреле. Впрочем, наученные опытом резкого ажиотажа весной, аптеки сейчас готовы к внезапному увеличению спроса. Склады заполнены, и масок, и антисептиков в случае необходимости хватит всем. Но маску мало просто купить. Ее еще нужно носить и не пренебрегать этим. Опасность заражения коронавирусной инфекцией не ушла. Она по-прежнему сохраняется, и пока нет ни разработанного гарантированного лекарства, ни возможности надеяться на вакцину. Главное, что поможет защититься, уже известные рекомендации. В настоящее время, я обращаюсь к нашим жителям, прошу соблюдать строжайший режим. Изоляцию, дистанцирование, респираторный этикет. То есть все те требования, о которых мы многократно говорили, выступая по телевидению, по радио несколько месяцев назад. Это принесет свои плоды. И мы, безусловно, добьемся того, что вместе и с вакцинацией, и с лекарственными препаратами, и с общими мерами профилактики, коронавирусная инфекция пойдет на спад. Пандемия существенно отдалила людей друг от друга. Правила необходимости держать дистанцию в полтора-два метра также по-прежнему остаются одними из самых эффективных на данный момент методов профилактики. Принцип социального дистанцирования таков, что человек организует свою жизнь таким образом, чтобы ограничить на три четвертые свои контакты за пределами дома или работы и на одну четвертую контакты на работе, либо же учебе. Если человек практикует социальное дистанцирование, тем самым избегая посещения общественных мест, также в целом ограничивая свои передвижения, то происходит сдерживание распространения вируса. Люди по всему миру уже устали от постоянного напряжения, связанного с коронавирусом. Однако в ближайшее время специалисты едва ли порадуют обещаниями облегчения. Кроме того, высказываются опасения относительно того, что коронавирус в сочетании с острыми респираторными вирусными инфекциями будет переноситься еще сложнее. Специалисты не отрицают. Это, скорее всего, весьма вероятный сценарий развития событий. Однако ждать этого нужно не раньше декабря. Именно на зимние месяцы выпадает пик ОРВИ. До этого стоит соблюдать рекомендации специалистов. При первых признаках недомогания вызывать врача на дом и, возможно, тогда удастся избежать трудностей и осложнений. Элан Табудила, Андрей Шаповалов, Алексей Сокута. Новости Гродно+. Ежегодно Комитет государственного контроля Гродненской области проводит контрольные мероприятия по выявлению нарушений в школах. Все для создания безопасных и комфортных условий для пребывания детей в учреждениях общего среднего образования. Мониторингом была охвачена 331 школа. Это 100% учреждений образования области. В данных мероприятиях были задействованы ведомства разной направленности. МЧС, санэпидемстанция, ЖКХ, технадзор и многие другие. Помимо мониторинга, который проводят эти службы, к делу подключают еще и родителей, для которых безопасность детей на первом месте. Для них ежегодно в начале учебного года проводят горячую линию. Такая состоялась и в прошлую пятницу. К слову, в течение дня ни одного звонка от родителей не поступало. По результатам контрольных мероприятий было выявлено 973 нарушения разной направленности. Следует отметить, что на сентябрь месяц в области уже устранено порядка 70% от выявленных нарушений. Если брать по тому плану, который был составлен на устранение нарушений по срокам, то 2020 год практически 100% выявленные нарушения были устранены. Там буквально остается 6%. При этом комитетом государственного контроля продолжаются контрольные мероприятия. Выборочно выезжаем в учреждения образования, смотрим, насколько устранены нарушения, перепроверяем. Как отмечают специалисты, все ранее выявленные нарушения практически устранены. Так, на 100% решена проблема с водоснабжением и водоотведением. Более чем на 80% улучшено санитарно-эпидемиологическое состояние. В целом на капитальный ремонт в этом году было израсходовано 9,5 миллионов рублей. Такая поддержка оказалась неоценимой для многих гродненских школ. В конце июля все работы строительные по кровле были завершены. И школа сентября встречает всех учеников в обновленном виде. Кроме того, в конце августа школа получила шикарный подарок в виде двух спортивных площадок. В этом году в нашей школе поменяли 8 оконных блоков на современные стеклопакеты. Ну и кроме того, был проведен ремонт в 9 учебных кабинетах. Несмотря на то, что учебный год уже начался, госконтроль продолжает проводить мониторинги и горячие линии. Все для того, чтобы учреждения образования Гродненской области отвечали всем нормам безопасности и могли полноценно функционировать. Стремление к красоте есть в каждом человеке. Поэтому озеленение и благоустройство стали неотъемлемой частью городских улиц, парков и скверов. В этом году в Гродно высадили 2497 саженцев лиственных, еловых, деревьев и декоративных кустарников. Они украсили улицу Южную, правонабережную Кремко. На площадке в сквере по улице Врублевского студенты гродненских вузов вместе с сотрудниками предприятия Гродно-Зеленстрой высадили молодые деревья – клёны, липы и дубы. В перспективе здесь мы продолжим закладку, заложим проект, будут разработаны дорожки, скамейки, чтобы это стало излюбленным местом отдыха молодежи, мам с детками. То есть этот проект будет у нас не однодневный, он будет долгоиграющим. Поэтому сегодня мы начинаем эту деятельность. Несомненно, деревья и другие зеленые насаждения, помимо эстетической функции, имеют и практическое значение. Они снижают уровень углекислого газа в атмосфере и тем самым делают воздух чище, поглощают шум, который создает движущийся автотранспорт, задерживают частицы пыли и защищают строение от ветра, повышают влажность воздуха и дарят прохладу в жару, а также оказывают успокаивающее воздействие на нервную систему человека. Проявлять заботу о природе и показывать пример всем окружающим, в том числе нашим младшим братьям, что своими добрыми делами, такими вот как закладка данной аллеи, мы показываем то, что мы выступаем за поддержание порядка, в том числе и за окружающую среду. Новинка в репертуаре. Идея сделать спектакль, который бы рассказывал старинную легенду о мистических существах, появилась у режиссера кукольного театра давно. Работа над проектом продолжается уже более двух лет. За основу было взято творчество всемирно известного Проспера Мереме. У французского автора в серии мистических новелл есть произведение «Локис», рассказывающее о медведе-оборотне. Данный образ станет ключевым и в новом спектакле кукольного театра. Чтобы создать действительно захватывающий сюжет, пьеса переписывалась с драматургом Сергеем Ковалевым три раза. В результате у итогов варианта множество сюжетных линий, в том числе и детективная. Не оставит равнодушным зрителя и финал спектакля. Он полностью отличается от французского. И, как обещают в театре кукол, будет неожиданным и слегка шокирующим. Речь идет о таком явлении, как ликантропия. Ликантроп – это называется оборотень. Были оборотни волки, волкалаки у нас называются, а были еще и медведи, оказывается. Все происходит в полузаброшенной дворянской усадьбе. Это первая половина XIX века. Известный профессор, собиратель фольклора, приезжает в эту забытую богом страну. И наталкивается на такое явление, как появление оборотней, как люди в это верят, либо не верят. Для нового спектакля уже разработаны эскизы будущих кукол. Некоторых из них начали уже изготавливать. Изюминкой представления станут декорации. Все они будут выполнены в стиле стимпанк. А это значит, будет много металла и деталей различных механизмов. Все будет максимально подвижным и многофункциональным. Ведь в пьесе будет симбиоз живого плана с кукольным представлением. Увидеть загадочные приключения профессора можно будет в мае следующего года. Дата выбрана неспроста. В этот день, ровно 40 лет назад, состоялась первая премьера в кукольном театре. Обратите внимание, в маршруте городского транспорта произошли изменения. Начиная с субботы автобус номер 12 изменит привычную схему движения. И вместо областной филармонии теперь будет курсировать дом Молодежная улица. Уже в ближайшие дни обновленный маршрут автобуса номер 12 и новое расписание будет размещено на остановочных пунктах, а также на сайтах, которые отражают и движения городского транспорта. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова